Сейчас на этом месте с трудом угадывается дом. Остались лишь фундамент, дозавалы, которые разбирали, чтобы вызволить оттуда оставшихся под ними детей. Теперь они смотрят на нас с появившегося на месте стихийного мемориала, которому продолжают нести игрушки и цветы. С сегодняшнего дня рядом с ними и фотография их отца. Артур Гатаулин скончался сегодня с ожогами 93% тела. Ему было всего 29 лет. В последние годы работал на кислородной станции. Был примерным семьянином, отцом четверых детей. Их он любил больше жизни. Летом прошлого года перевез семью в просторный новый дом, говорит друг Артура Фанзиль Набиулин. И он даже с детьми, забота была настолько... То есть он отдавал последнее свое. Даже, как бы сказать, себе ничего не покупал, кроме как для детей. И все делали ради детей. И построил дом он ради детей, чтобы не жить в квартире, а чтобы дом был, чтобы было обширно было. Старался все для детей. Еще ведь приемный, взяли же приемного еще, как бы трое детей, еще и приемный. В ту роковую ночь 12-летняя приемная дочь Настя вместе с папой и двумя братьями была дома. В ночь на 15 марта на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в Елабужском коттеджном поселке Гренландия. Огнеборцы увидели полыхающий частный дом и получившего сильнейшие ожоги мужчину. Рядом сидел спасенный им ребенок. Отец снова и снова бросался в самое пекло, пытаясь спасти еще двоих детей. Но пламя уже охватило все здание и подворье. Полыхало 67 квадратных метров. Сгорела даже машина. К сожалению, на прошедшей неделе пожар в частном доме в Елабуге привел к гибели двух детей. Артур Гатаулин от сильной боли впал в кому. Его госпитализировали в Елабужское ЦРБ. Спасенного ребенка сначала привезли в БСМП, потом перевели в ДРКБ. Состояние ребенка стабильное, самочувствие с положительной динамикой. Он получает всю необходимую терапию. В этот же день следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По одной из версий, близких семье Гатаулиных, которую они не хотят произносить на камеру, причиной пожара стал взрыв отопительного котла. Об этом в ту роковую ночь сообщили супруге Артура, которая по работе вместе с сыном находилась в другом городе. Сегодня она, не переставая, плакала на прощании с супругом. И всевышний говорит об раду уже терпеливых. Проститься с Артуром Гатаулиным в соборную мечеть города сегодня пришли родные, коллеги, друзья, знакомые и просто прохожие. Эта трагедия стала общим горем. Город пообещал безвозмездно помочь семье жильем и материально. Восстановление не подлежит. Там восстанавливать, к сожалению, нечего. Поэтому город для проживания предоставляет трехкомнатную квартиру, предоставляет также мебель, которую пока необходимо иметь. Кровать, диван, необходимые вещи, стол. И помощь в размере 100 тысяч рублей выделяется из местного бюджета. У Артура не было врагов. В последние годы и без того светлый и открытый человек приобщился к вере. Каждую неделю посещал пятничный намаз. Его похоронили рядом с детьми, ради спасения которых он пожертвовал собственной жизнью.